Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу события. Мы работаем в прямом эфире. Главная тема дня. Капитал из воздуха. В Тольятти открыли завод по производству промышленных газов. Котлы по индивидуальному заказу. Котельная, которая будет греть стадион, почти готова. Билборды вне закона. В Самаре насчитали более 300 незаконных конструкций, что грозит их владельцам. По соцсетям встречают. На что в первую очередь обращают внимание потенциальные работодатели. Прошлое и будущее Самары в графике и живописи в детской картинной галерее открылась выставка будущих архитекторов. Завод, который перерабатывает воздух. Сегодня в Тольятти открыто совместное российско-американское предприятие по производству технологических газов. Его продукция – жиженый кислород, азот и аргон – используются в химической и нефтехимической промышленности. В торжественной церемонии пуска принял участие полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Открытие нового производства имеет принципиальное значение для промышленного комплекса по Волжье. Об этом репортаж Олега Зверева с места события. Монтаж этих агрегатов завершился совсем недавно и работают они всего месяц в тестовом режиме. Установка позволяет получать прибыль просто из воздуха, причем немалую. Общий объем инвестиций составил 4 миллиарда рублей. Окупятся они через два года, а следующие миллиарды пойдут уже в плюс. Сегодня совместному российско-американскому предприятию дан официальный старт. В церемонии принял участие полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Нажали символическую кнопку и с этого момента в Тольятти стало на одно предприятие больше. Не только новые рабочие места, это действительно будущее, которое сегодня стабильно, которое сегодня гарантировано. Это высокие зарплаты и есть перспективы в этом плане развития и для каждого работника, для будущих поколений, для молодых специалистов. Ну и уверен, что вот та большая работа, которую вы делаете, она будет иметь результат не только для вашего предприятия, но и для всей химической промышленности страны. Потому что многие решения технологические, которые здесь применяются, они являются уникальными и они будут использоваться на других аналогичных предприятиях, которые расположены в разных регионах нашей страны. Новая СП открыта на площадке завода Кубишев Азот. Корпорация внесла 50% в уставной капитал. Вторая половина от ведущей американской компании, изготовителя воздухоразделительного оборудования. На выходе сжиженные технологические газы, кислород, азот и аргон. Это составляющие химической и нефтехимической промышленности. Производственные мощности совместного предприятия рассчитаны на выпуск около полутора тысяч тонн кислорода, аргона и азота в сутки. Этого количества хватит для того, чтобы полностью обеспечить нынешние технологические потребности Кубишев Азота и приступить к реализации новых масштабных проектов. Кроме того, планируются поставки и на другие подобные предприятия, как в Самарской области, так и в регионах Поболжья. В новой установке используется самая прогрессивная ресурсосберегающая технология. Ее использование и модернизация старой позволит сократить энергопотребление на 20%. Наши американские коллеги из крупнейшей компании в миру по производству продуктов разделения воздуха пришли в Россию со своими деньгами. Причем делалось это в не самый лучший период отношений между нашими двумя странами. И для этого требовалось определенное мужество. Впрочем, по словам самих американских партнеров, режим санкций никак не отразился на их решении об экспорте технологии на российское предприятие. В Самарской области благоприятный инвестиционный климат, поэтому ничего личного, только бизнес. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В ходе визита Михаил Бабич встретился с президентом автоваза Николая Мором и провел совещание с участием губернатора Николая Меркушкина. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках. Самара-арена не замерзнет. Теплом и горячей водой новый стадион обеспечит котельные жигулевских садов, которую полностью модернизируют. Эксклюзивные водогрейные котлы, домовые трубы и квалифицированные специалисты. Котельная оборудованная по самым современным технологиям. Одним из первых от новых котлов погрелся Андрей Горгуленко. Раньше эта котельная, построенная в 1984 году, в жигулевских садах отапливала теплицы до нескольких прилегающих домов. Но для стадиона она, конечно, морально и физически устарела. Решить эту проблему позволят два новых мощных водогрейных котла. Именно эти два котла будут обслуживать Самара-арену и всю прилегающую инфраструктуру к стадионам. Мощность каждого из них 30 мегаватт. Этого вполне хватит, чтобы обеспечить теплом целый микрорайон города. Теперь котельной не страшна даже плотная застройка близлежащего района. Подобных котлов по мощности в регионе больше нет. А в России есть только один аналог – в Волгограде. Эти котлоагрегаты сконструировали по особому заказу. Котлы эти готовились индивидуально только под эту котельную, под непосредственно ту нагрузку, которая будет связана с стадионом. Специально заказывались, специально под те мощности, которые у нас предполагаются здесь на стадионе выдаваться. То есть это не конвейерная сборка. Сейчас на котельную устанавливают дымовые трубы высотой в 35 метров. Они обеспечат бесперебойный отвод продуктов сгорания. После этого мы будем подавать уже тепловую энергию на стадион, на ту инфраструктуру, которая будет подключена к этой котельной. Ну и будет проходить режим пуск наладочных работ. Отладка всего оборудования, вывод его в режим. Сейчас на котельной ведутся завершающие работы. Планируется, что она заработает уже в начале декабря. Еще одним стратегически важным объектом в городе стало больше. Практически готов так называемый фундамент для дальнейшего развития. Не только района близ будущей Самара-арены, но и всего города. Эту задачу еще в начале подготовки к чемпионату ставили городские и областные власти. И сегодня она с успехом выполняется. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Сегодня в региональном министерстве строительства сотрудники Самарского полицейского главка провели обыски. Это связано с уголовным делом по факту мошенничества при выполнении строительно-монтажных работ по берегу укреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района. В министерстве заявляют, цитата, Позиция ведомства направлена на четкое взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными органами. Руководством было отдано распоряжение подчиненным оказывать максимальное содействие силовикам. Министерству, как и следствию, важно, чтобы все обстоятельства по делу были выяснены, а виновные, если такие будут обнаружены, понесли соответствующее наказание. Стоит отметить, что интересовавшие силовиков папки уже передавались в рамках предварительных следственных действий, поэтому проблем с выемкой документации не было. Обращаем ваше внимание на то, что процессуальные действия в Минстрое никак не связаны с подготовкой региона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, как это опроменчиво заявили некоторые средства массовой информации. Конец цитаты. Ударят рублем. До миллиона рублей заплатят фирмы, незаконно размещающие рекламу. В Самаре ужесточают подход к нарушителям. Только в Советском районе сегодня обнаружили сразу несколько рекламных конструкций вне закона. Сотрудники Департамента городского хозяйства вместе с полицейскими в такие рейды выходят регулярно. Насколько эффективна борьба с нелегальными билбордами, выясняла Олеся Корецкая. Улица Дебенко. Новый жилой микрорайон. Большой торговый центр. Активное движение. Вдоль проезжей части десятки рекламных счетов. Две трети из них стоят незаконно. Автостоянки появились здесь пару лет назад. Владельцы получили разрешение, арендовали землю у собственников, поставили ограждение. Получается, нелегальные рекламные счеты стоят на частной территории. Частная территория может быть частная, настоящая, да, либо просто самозахват, огороженная территория, на территории которых находятся счеты. Мы и сегодня работаем по территориям, которые огорожены, которые являются автостоянками официальными. И на их территории по два незаконных счета. В Самаре больше трехсот незаконных рекламных конструкций. Половина из них стоит на частной территории. Это осложняет работу. На проверку сотрудники департамента городского хозяйства выходят после каждой жалобы. В помощники берут полицейских. Суровые охранники, видя людей в форме, становятся более сговорчивыми. Я уже как-то с кем уже подходил? Да, 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 я же вам сказал, эти счеты не наши. Мы территорию арендуем. Все вопросы, вот, пожалуйста, напротив здания стоят. Все вопросы у вас нет. Владельцы стоянок, в свою очередь, чаще всего на местах отсутствуют. А если удается с ними встретиться, пожимают плечами. Знать не знаем, чьи счеты. Вы от себя бесплатные. Ну, он же стоит на территории вашей стоянки. Я не знаю. Рекламные конструкции в городе, независимо от того, на какой территории находятся, должны иметь разрешение. Получить его несложно. Нужно собрать документы и внести плату. Сумма в разы меньше штрафов за незаконное размещение рекламных конструкций. Административное наказание для индивидуальных предпринимателей и организаций от 300 тысяч до миллиона рублей. Если владелец билбордов не найдется в ближайшее время, предписание убрать счеты получат собственники стоянки. И они же обязаны будут счеты демонтировать сами или через суд. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Четвертая очередь набережной в Самаре преобразится к 2020 году. Там запланировали установить фонтан, обновить вентиляцию, пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, ограждения и дорожные знаки. Сколько средств потратят на масштабный ремонт, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Американская валюта пошла в рост. Курс на 25 ноября. Доллар 64,62 рубля, евро 68,08 рубля. Золото стоит 2496 рубля, серебро 34,49 рубля за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 66,06 рубля, дороже всего продать за 62,94 рубля. Нефть сегодня ценой не радует. За один баррель марки «Брент» дают 48,90 долларов. Но вот чего-чего, а дефицита нефти в стране не будет еще долго. Ученые Дальневосточного федерального университета научились находить подводные месторождения с помощью морских червей. Уже обнаружили скопление этих беспозвоночных в Охотском и Беринговом морях. И считают, что там должны быть перспективные запасы углеводородов. Вот они, передовые технологии в действии. 73% россиян экономят на одежде, продуктах и путевках. Такой вывод сделали специалисты Института социологии Академии наук после проведенных опросов. А в Самаре на реконструкцию четвертой очереди набережной направят 661 миллион рублей. Прием заявок на аукцион от подрядчиков уже идет. На этом все. Удачи в делах! 80% работодателей, прежде чем принять к себе сотрудника, проверяют его. Странички в соцсетях. Как показать себя на рынке труда с лучшей стороны, юным соискателям рассказывают в молодежном центре Самарский. Что писать в резюме и как вести себя на собеседовании на мастер-классе узнала Алина Чемерис. Инженеры, слесари, токари, технологи сегодня самые востребованные профессии. Как не потеряться на рынке труда и найти себе работу, студентам и молодым специалистам рассказывают в молодежном центре Самарский. Каждую неделю мастер-классы проводят психологи, стилисты, сотрудники отдела кадров. Рынок сейчас переполнен мощными специалистами, переполнен теми людьми, которые уже работают на протяжении какого-то промежутка времени. И молодым достаточно тяжело встроиться в такой современный ритм и сразу показать себя таким успешным, перспективным работником. С сентября лекции, посвященные тому, как преуспеть на рынке труда, прослушали около 300 человек. Одна из важнейших тем, как вести себя на собеседовании. Во-первых, это дозированный взгляд, то есть открытый, спокойный. Это имя, то есть обращение по имени и отчеству, заведомо узнать, как обращаться к человеку. Это комплименты, которые можно косвенно, как-то преподнести прямо, либо задавая вопрос какой-либо. И, конечно, это держать лицо, что называется. То есть, ну как его держать? Проходя мимо зеркала, да, мы непроизвольно делаем такое выражение лица, которое нам максимально нравится. И вот с таким лицом можно уже выходить в люди. Специалисты советуют, устраиваясь на работу, завести адрес электронной почты, который не смутит работодателя, и привести в порядок странички в социальных сетях. Многое из того, что рассказывают на мастер-классах, молодые люди слышат впервые. Я узнала, какие профессии сейчас востребованы. Также для меня было открытием, что резюме составляется всего на одну-две страницы, а я думала, это не менее десяти должно быть. Своих воспитанников в молодежном центре не бросают. Сотрудники оставляют новоиспеченным соискателям свои контакты, чтобы в любой момент помочь составить резюме или подготовиться к собеседованию. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Крупнейшие, высшие и среднеспециальные учебные заведения региона устроили виртуальный день открытых дверей для самарских школьников. На выставке «Образование, наука и бизнес» впервые состоялся бизнес-тест-драйв, где учащиеся презентовали свои разработки. С подробностями Юлия Черняева. Отчего люди не летают, как птицы или хотя бы как этот самодельный коптер, способный подниматься на сотни метров? Воспитанник Центра технического творчества Игорь Горяинов посвятил изучению этих летательных аппаратов 4 года и практически может управлять ими с закрытыми глазами. Этот коптер – просто находка для многих сфер деятельности. Больше для гонок и еще для каких-то исследований. То есть он более техническое творчество, он, можно сказать, целое оборудование летающее. То есть он у него GPS находит, то есть он может на какой-то точке зависнуть, и там много у него есть функций. Бизнес-тест-драйв – это конвейер лучших проектов старшеклассников, который был организован по инициативе Самарского департамента потребительского рынка. Ребята презентуют свои идеи, которые уже успешно реализуются или требуют поддержки. Проходят городские конкурсы проектных инициатив. Лучшие инициативы выбираются, потом они воплощаются в жизнь. Например, экологическая детская организация «Зеленая волна» в своем поселке Зубчининовка, организация у нас базируется на базе 34-й школы, уже воплощает в жизнь свои проекты, воплощает в жизнь по переработке отходов. Выставка-форум в течение дня ознакомила гостей не только с лучшими школьными бизнес-проектами, но и помогла школьникам определиться с выбором. Ведущие вузы из СУЗа региона провели интерактивный день открытых дверей. Юлия Черняева, Максим Гусев, События. Разговор о бюджете по инициативе Самарской городской думы состоялся семинар для депутатов в районах Советов. Совещание прошло в новом формате с участием депутатов Государственной думы от Самарской области Леонида Симоновского и Игоря Станкевича. Они отметили, что готовы активно подключаться к решению проблем на местах. Материал Марианы Мирной. Совместная работа депутатов разных уровней в Самаре – устоявшаяся практика. Сегодня взаимодействие приобрело новый формат. С этой осени в городе регулярно проходят встречи депутатов районных советов и Государственной думы. Инициатива принадлежит представительной власти города. Местные депутаты не упускают возможности вступить в диалог с федеральными коллегами. Заместителю председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леониду Симоновскому задают десятки вопросов. Парламентарий дает подробные разъяснения. Чтобы город и регион развивались, власти всех уровней должны прийти к единому пониманию ситуации. Главное, что депутаты понимали, как идет формирование бюджета. Причем не обязательно формирование бюджета для своего муниципального образования. Вообще, как это идет в стране, какие трудности, что надо сделать. Будем делать все для того, чтобы каждый житель Самарской области почувствовал, что он может жить чуть-чуть лучше, чем жил раньше. Для этого это наша задача. Мы готовы для людей делать это, работать для людей. И я думаю, будем делать все, чтобы это осуществлялось. Согласованность в действиях позволит найти решение самых сложных проблем. Диалог только выстраивается. Но депутаты не сомневаются в эффективности совместной работы. Сегодняшняя встреча очень важна для нас. Мы встречаемся с депутатами города Самары. Мы благодарим их за то, что пригласили на эту встречу. И абсолютно уверены в том, что будет построена правильная система взаимоотношений. В вопросе, с которым мы сталкиваемся в своей работе, относится компетенция разных уровней власти. И от того, насколько согласованы наши действия, насколько отлажена взаимосвязь, зависит оперативность их решений. Только работая, сообщая, с чувством к локтям, с помощью прямого диалога друг с другом, нам удается реализовать то, чего от нас ждут люди. Взаимодействие в новом формате станет традиционным. Уже на этой неделе федеральные парламентарии принимают участие сразу в нескольких встречах, организованных городской думой. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Знаком отличия материнская доблесть и медали Ордена Родительская Слава сегодня отметили многодетные семьи Самарской области. Награду удостоились родители, которые воспитывают пять и более детей. Праздновать таким образом Международный день матери в Самаре стала уже традицией. Валерия Макарова познакомилась с теми, кому по силам материнский труд. Светлана Землякова для своей дочери Вероники и мама и наставник. Дело в том, что она тоже выбрала нелегкий путь балерины. И неспроста считает Светлана Константиновна и вспоминает день ее рождения. Медсестра в роддоме принесла мне ее, и когда дает мне на руки и говорит, возьмите вашу Примадонну. У меня как бы дыхание, и думаю, так, это, наверное, что-то сверху знак. Потому что у нас балетные в кругу никогда почти не дают своих детей. Веронике покорились сцены Самары, Москвы и Германии. Она исполняет ведущие балетные партии. А ее мама за воспитание такой дочери получает благодарность губернатора. Орден родительской славы и знак отличия материнская доблесть сегодня также вручили семим многодетным семьям. Одна из них семья Барабанова, где воспитывают пятерых детей. Чем больше человек в семье, тем больше труда приходится вкладывать. В отношениях, в бытовые вопросы, в какие-то моральные вопросы, нравственные решения проблем. Ну, а кто обещал легкой жизни? Мне это самые главные поговорки по моей жизни. Многодетных семей в области становится больше, и власти понимают, что их необходимо поддерживать. Мы предоставляем 28 различных видов выплат семьям с детьми. Из них особое место занимают многодетные семьи, потому что по многодетным семьям, как правило, принимаются особые решения, и более существенные выплаты происходят. На господдержку семей с детьми в этом году в Самарской области потратили более 5 миллиардов рублей. На следующий год эта цифра возрастет почти до 6 миллиардов. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. Самарское зоочество глазами детей будущих дизайнеров и архитекторов. В детской картинной галерее открылась юбилейная выставка 124-й школы. В этом заведении изучают архитектурно-дизайнерское проектирование уже со второго класса. Школа вошла в список 500 лучших образовательных учреждений России. В следующем году отмечает 30-летие. С какими дизайнерскими успехами подошли ученики и преподаватели, к этой дате узнавала Олеся Корецкая. Самара – прошлое, настоящее и будущее в самых разных техниках графики, живописи и декоративно-прикладного искусства. Батик и витраж, гуашь и темпера. Здесь 3D-костел, хоккей в акварели и просто многообразие цветов, вышитое шерстяными нитями. На выставке архитектуры роста представили изображения и макеты самарского культурного наследия для современных и будущих поколений. Какие-то проекты придумывают сами дети, сами предлагают идеи. Какие-то из работ, которые здесь есть, это является программным материалом, то, что проходится в школе, и те работы, которые они готовят, например, как дипломные работы по выпуску из школы. Они изучают архитектуру и дизайн со второго класса, мыслят пространственными формами, знают все о композиции, цветоведении, станковой живописи, 3D-графике. В 124-й школе учиться нелегко, но интересно, говорят и ученики, и выпускники. Научила многому. В основном этими знаниями ты пользуешься по сей день. Я практикующий дизайнер, архитектор. Нам даже немножко стало страшно, когда мы посмотрели эту выставку, что растет такая смена, так сказать, что уровень намного стал выше, чем был изначально. 124-я школа – уникальное образовательное учреждение на уровне не только города, но и страны. Выпускники приходят в строительные вузы, подготовленные на более высоком уровне. Это развивает, во-первых, общее восприятие мира. Ты учишься смотреть на вещи, на какие-то предметы именно взглядом с разных сторон. Ты можешь для себя какие-то новые аспекты других вещей устраивать для себя и использовать потом в своей работе будущее. На открытии выставки школьники подготовили музыкальные номера, а также целый парад самарской архитектуры. Выставка архитектуры роста будет работать до 18 декабря. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Одну из самых быстрых побед на чемпионате мира для ветеранов одержал самарский дзюдоист. Он уложил соперника на лопатки за 18 секунд. Новости спорта продолжит эфир, а я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарский шпажист Павел Сухов стал обладателем Кубка мира. Фигуристом из Тольятти покорился лед Минска. Победа за 18 секунд. Самарские дзюдоисты отметились на чемпионате мира в США. Две бронзы привезли самарцы с чемпионата мира под дзюдо среди ветеранов. Участвовали спортсмены старше 30 лет из 63 стран. Самарский дзюдоист Рамиль Гельмеддинов завоевал третье место, веся 66 килограммов в возрастной категории 30-34 года. Он победил в четырех встречах из пяти на этом турнире. Самой зрелищной оказалась схватка за третье место против француза Оливье Руза. Уже на 18 секунде самарец провел бросок, который принес ему безоговорочную победу. Вторую бронзу для нашего региона завоевал Андрей Мережников в возрастной категории 55-60 лет и весе 60 килограммов. Свою встречу он также закончил досрочно на второй минуте, победив американца Пола Бува. Первое место на командном этапе Кубка мира завоевали российские шпажисты. В составе сборной страны выступал и самарец Павел Сухов. Всего на этапе в Буэнос-Айресе участвовали 26 команд. Россияне последовательно обыграли сборные Казахстана, Италии и Чехии. В финале были повержены французы со счетом 45-39. Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин взяли бронзу минского этапа международных рейтинговых соревнований «Айстар». После проката короткой программы воспитанники Олега Судакова были третьими. Лидировали украинцы Александр Назарова и Максим Никитин. Второе место занимала турецкая пара Алиса Агафонова-Алрен Унар. В произвольной программе тольяттинцы показали пятый результат, однако их отрыв от преследователей позволил сохранить бронзу. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самарагис и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всем удачи! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok